Дорогие отцы, братья и сёстры! Владыка Пармен, я искренне благодарю вас и вас, дорогой Владыка Мефодий, за те добрые слова, которые вы произнесли в мой адрес. Важно, чтобы мы, собратья и епископы, несли бы Слово Божие в единстве мира и согласия. Ибо в этом и наши успехи, ибо в этом и заключается благословение Господне. И я радуюсь тем успехам, которые в ваших епархиях. Я радуюсь тому, что возрастает паства, открываются храмы, что социальное служение казачества возрождается. Сердечно благодарю вас за это. И надеюсь, в последующем мы вместе на земле татарстанской будем нести свидетельство Христова, так как это делали наши великие предшественники, такие как святитель Гермоген, Урий, Варсонофий, священномученик Кирилл, да их много. И на нас лежит величайшая ответственность быть достойными преемниками. Я хочу поблагодарить всех вас, дорогие отцы, кто говорил добрые слова в мой адрес. Отца первого проректора, Игумена Евфимия, благодарю вас. Вы обладаете сами хорошими талантами. Вы получили базовое прекрасное образование, как светское, так и духовное. Вы ревностно несете свое служение. И, конечно же, хотя я и ректор, но мои заботы по митрополии не позволяют мне повседневно быть в семинарии. И я твердо уверен, что благодаря вам, корпорации, нашей духовной семинарии, всех сотрудников, там все идет во благо процветания по пути намеченному святейшим патриарху московским Евсея Руси Кириллом Академии. И надеюсь, что это так и будет. Я благодарю и девочек, и ребят. И самое главное, чтобы мы понимали, нам необходимо быть не просто образованными, но нравственно крепкими. Чтобы наша образованность сочеталась с нашим нравственным духом. Ибо образование без нравственного смысла, это может быть лишь только соблазном и вредом. Я благодарю ближайшую братью отца Алексия за добрые слова, которые сказал он от имени всего духовенства. Да, действительно, этот год не был годом прохлаждения, рыбалок, лыжных прогулок или еще на каких-то средствах технических. Это был год напряженного труда и созидания. Это был год, в который мы все напряженно готовились к приезду святейшего патриарха московского Евсея Руси Кирилла. Для того, чтобы мы его встретили достойно, как нашего первосвятителя. Это был год, чтобы святейший патриарх Кирилл увидел своими глазами, что православие в земле Татарстанской и Казанской нет, не угнетаемо, а развивается. И это очень важно. И важно было то, что святейший патриарх, я ему докладывал об указе президента республики Мениханова о воссоздании собора и строительства Волгарской духовной академии. Но одно дело доклады, а другое дело реально увидеть своими глазами. И когда святейший патриарх увидел, что уже было сделано до его приезда, конечно же, его первосвятительское сердце радовалось. Радовалось за святыню, радовалось за православие, радовалось за то, что у нас здесь, в республике Татарстан, сложились добрые взаимоотношения и с властью, и с братьями-мусульманами, и в обществе. Что является добрым свидетельством того единства, которому мы должны все с вами стремиться. Действительно, это был год не только знакомства с метрополией, то есть объезд, приходов, знакомства с проблемами, но и год активного делания. Обычно говорят, а что сделано? Мы не любим трубить. Что сделано? Идите к Казанскому монастырю и посмотрите на то, что сделано. Сделано то, что невозможно в других епархиях за такой короткий срок. Уже закончил нулевой цикл. Я ни в коем случае это не приписываю себе. Это республика, это личное руководство президента и очень важно, что фонд Возрождения во главе с бывшим президентом Шаймию ведет сейчас эти работы. Это является свидетельством, еще раз говорю о том, что для руководства республики не безразлично. Жизнь православных, как мусульман, так и православных, доброе отношение. Мы говорим, что делано. Я говорю тем, кто еще не видел, поезжайте в Ново-Иерусалимский монастырь-подворье, и вы увидите, что главный корпус, который вот-вот мог был рухнуть из-за крыши, полностью уже крыша сделана. Не просто покрыта, а полностью заново. Мы сейчас воссоздаем главный храм, что сделано, отчитываясь. Поезжайте иногда по далеким сельским храмам. Еду, вижу, рушится храм. Болит сердце, что не всегда священники реагируют. Надо делать. И не знаю, когда он будет. Но сделали алтарную часть, чтобы дальше храм не разрушался. В селе Русские Карталы, я много могу назвать. Ибо делаем не для того, чтобы отчитываться, а делаем для того, что совесть наша этого требует. Для того, что время пришло. Для того, что кто-то строил, кто-то рушил. А нам вновь надо воссоздавать. И это очень важно для всех нас. Я хотел бы поблагодарить, конечно, моих ближайших помощников. Это и те, кто рядом со мной трудится день в день, постоянно. В епархиальном управлении благочинных руководителей отделов, членов епархиального совета и всех вас, мои дорогие отцы. Я благодарю вас за ваш труд, за ваше усердие. Но все же я надеюсь, что мы еще с большей ревностью, еще с большей ответственностью будем нести свое пастырское служение не там, где захочу, а там, где Бог ставит. Ибо везде нуждаются в пастырском окормлении. И это очень важно. И важно, что вы с усердием несете свое послушание. Важно, что вы не боитесь трудностей. Важно, что вы храните веру и единство. Это является основным. И еще говорю, мы должны внутри церковной нашей жизни быть едиными. Это первые условия нашего с вами успеха. Я хотел бы поблагодарить всех, кто меня поздравлял. Почему поздравил отец Андрей отдельно с Закамского благочиния. Но всегда говорят, что это была как бы отдельная республика. Вот тут здесь, а там Челна. Но и действительно так не должно быть. Мы должны быть едиными. И я помню, что трудности возникшие в набережных Челнах с тем, что захватили храм, землю выделенную церкви. И это длилось многие годы. И невозможно было исправить. Я понял одно. Нет, так не должно быть. И мы должны сделать все, чтобы церковные наши храмы, то, что принадлежит церкви, всегда было бы церковным на благо людей, а не какие-то личные интересы обслуживались. Я больше всего надеюсь, что не наши усилия, а покров Царицы Небесной, и образом Казанский делает возможным, кажется, уже потерянное и невозможное. Я хотел бы поблагодарить отца Романа. Сердечно благодарю за ту миссию, которую вы несете по социальному служению. Социальное служение на день сегодняшний является одним из приоритетных. Ибо что такое социальное служение? Это забытые старушки, это больные, это сироты и дети, это немощные и обиженные. И кто, как и церковь, может протянуть руку помощи, принести и сказать ласковое слово? Только церковь. Ибо церковь – это лечебница, но лечебница должна иметь и набор препаратов, которыми можно лечить. Одними красивыми словами и пожеланием молитв не обойдешься. Надо покормить, надо умыть, надо сделать доброе, реальное тело, что вы и делаете. И я всех вас, дорогие отцы и братья, призываю на приходах развивать социальное служение. И еще очень важно – систему образования, катехизации. Очень важно. Я вас прошу, не ограничивайтесь только богослужением и только стенами храма. Свидетельствуйте. Создавайте воскресные школы в обязательном порядке. Идите, несите Слово Божие в народ, твердо, свидетельствуя о Христе. Не бойтесь. Если мы будем стоять твердо, настойчиво, но и разумно, мы добьемся успехов. Привлекайте молодежь. Дети пусть бывают в храме, ибо дети, молодежь – это будущее церкви, это наша опора на день сегодняшний и грядущий. Я хотел бы поблагодарить моих ближайших сотрудников, несущих послушание и епархии. Кто что делает? Кто на складе, кто поварит. Вот сейчас там кто-то готовит обед, чтобы вкусно покормить, не смогли прийти, помолиться. Ибо это тоже задача. Сердечно благодарю, чтобы каждый на своем месте, честно, трудолюбиво вкладываете в копилку митрополии. И дай Бог, чтобы это было и в дальнейшем. Мое особое слово к монашествующим. Дорогие мои, я обращаюсь к вам и говорю, когда вам бывает трудно, возьмите и прочтите обеты, которые каждый из вас давал при постриге. Обеты смирения, обеты послушания, обеты костничества, обеты нищеты. Не тяготитесь монашеством. Будьте во всем примером, потому что монастыри всегда были светочем. А если в монастырях уже не будет молитвы, не будет добрых дел, не будет и внешнего даже свидетельства, то беда. То беда. И запомните, что монашество не заключается только во внешней форме одежды. Ибо если ты носишь черную одежду, а в душе такая же черная душа, брат, опомнись, что-то не так. Еще есть время встать на путь подвига, на путь послушания, на путь молитвы, на путь служения Богу. Ибо для этого мы с вами и призваны. Я не знаю всех вспомнил. Никого не забыл. Забыл кого-то? Ах, из Сирии. Так я уже говорил об отце Анатолии, о вас я говорил сразу. Действительно многое трудились. Непростые были времена, хотя не такие сложные, как сейчас. Но слава Богу, это тоже была община и было свидетельство. Нет, матушка Варвара, я не забыл. Я хотел бы поблагодарить и матушку Варвару, и матушку Сергию за добрые слова. Конечно, для меня Кавказ это особая страница в жизни. И это не только прекрасный монастырь, который, вы знаете, никто не поверит. Я пришел и начинал с листа. Я говорю, вот здесь давай копать. Он говорит, ничего не получится, владыка, копать. Я называл это уши, там вот такие, где детские приюты, сейчас корпусы, с одной и с другой стороны. Я говорю, подожди, получится. Есть ли долбилые на трактор вешай? А там скала. Начали долбать. Ну что ж вы так нас мучаете? Я говорю, ничего подобного. Зато потом хорошо будет. И действительно стоит замечательный корпус. Для меня Кавказ это не только Георгиевский монастырь и другие монастыри, но это и печаль сердца моего. Это Веслан. Это Осетия. Это взрывы электричек. Это очень многое, где пришлось пережить необъяснимые раны, нанесенные на сердце. Одним только Весланом, когда под градом пуль, не для того, чтобы вам похвалиться, вот какой я смелый. Да просто вот так это было. Выносил убитых ребятишек, раненых, когда видел ужас крови. Это тоже все Кавказ. Но там была и радость, и радость любви, и отношения до сих пор. И мусульмане, и православная целой службу звонит телефон. И кто только не звонит. И Кадыров, и Мадыров, всех помнит до сих пор Владыка. Потому что действительно там было мое сердце. куплены, и мусульмане, и